У нас закончили еще один блог, такой довольно интересный, посвященный песней о роднице и костюмах. Как-то начинаем мы в этом костюме что-то поднимать хотя бы. Давайте сегодня мы выходим на финишную прямую и предоставим слово еще одному нашему гостю, Инжутову Александру Алексеевичу, директору Шарковского музея. И тогда по нему посвящен Кирдановский мордвей, подписанным источником 15-17 веков. Много говорили о Терешевске мордвей, но в средние века существовали группы мордвы, объединенные общности, возможно также имевшие какие-то свои особенности. Одна из таких общностей групп это Кирдановская мордва. Чтобы понятно было о чем я говорю, она проживала на территории старинного Арзамасского уезда, если переносить сейчас современные административные границы, до территории Шарковского района. В 1927 году Александр Александрович Гераклиф обрагивал статью Кирдановской мордвы, которая прорывала свет на некоторые отцены проблемы с отношением мордвы и русского музея. В 1915-16 веках в своей статье Гераклиф впервые определил местонахождение Кирдановской мордвы, цитата, «где-то в верховье Теши, на юго-восток от Арзамаса». Статья основывалась на интерпретации упоминаний Кирдановской мордвы в грамоте 1491 года Никите Азнавишеву и в деле о приезде в 1814-1889 году в Москву послов от Ногайского царя Ивака. По сути, это единственные источники по этой территории того периода. В отписке от сентября до 1489 года к царю Ивана III мордвский наместник князь Федор Хаманский писал о пути Ногайских послов. «Осказывают государь Богу, возились и под Черемшаны, а провожали их государь Полин, то есть безлесной местностью, до Суры, до Попова, до Мордвина, а оттолий государь, сказали, ехали на князя Рамадана, до Накирданова, Мордву, до Насакана, а нынче государь стоят за рекой против города, то есть в райке Умуром». Таким образом, район проживания Кирдановской мордвы оказывается между владениями князя Рамадана и Саканами, которые Гераклиф отождествлял с третьей стоянкой Ивана Грозного, и то есть предполагал искать Кирдановскую мордву к востоку от этого трюшника. В своей статье был сделан еще важный вывод о том, что мордва к юго-востоку от Арзамаса задолго до Казанского взятия была подчинена московскому князю, управлялась из Мурома, о чем говорит грамота 1491 года, когда Иван III вважал князя Никита Васильевна Санабишина мордвою кирдановскую в кормлении под Миткою, под Фаном. И вы все люди той мордвой чтите и его слушаете, а он вас ведает и ходит по старой пошлине, как было прежде всего. Далее приводится также грамота Ивана Васильевича от 1504 года, среди прочих владений, которым завещали старшему сыну Васильеву, встречается город Муром с волостями, с пульками из села, со всеми пошлинами и с мордвою, и с черемисой, чтобы мордвою потекло. Ну, где мордва около Мурома? В общем-то, это не Нижегородская мордва, не может быть это и Мещерская, то есть мы ее должны искать где-то там же, за Сарганским лесом, на восток от Мурома. Ну и был бы делан вывод, что задолго до возникновения самого города Арзамаса значительная часть мордовской территории, на которой впоследствии образовался Арзамасск уезд, это юг Нижегородского положения, имел своим, если не административным центром, но, в общем-то, в случае, дедовость из города Мурома. В дальнейшем стали известны еще два свидетельства, упоминания о Кирдановской Макдвен. Она упоминается в документах, датированных середины XVI века. В них идет речь о пожаловании в княжении. Одна грамота царя Ивана Васильевича от 10 апреля на 1555 года и Синею Мурзе Макшова Сунгу-Дакова на ИСАК. Пожаловали Кадыбский Синею Мурзу Сунгу-Дакова княжению на Рязановскую Макдвенскую, Макдвенскую, Кирдановскую берега, ну и так далее. Опять там идет, что иметь Макдвен ИСАК по старине и так далее. Ну и еще одна отписка, тоже одна с 15 апреля 1559 года. Казанский дворец Киволгунский отписывает Кирдановскую морву Варзян Сольникову Шонки Тарханову, Максапи Анамасову, Пазана Балетином, всей Кирдянской морве, сказали, чтите вы, слушайте мы во всем, ИСАК ему давать. Так вот, мы имеем Кирдановскую морву, то есть она существовала. То есть, раз она существовала, то она должна где-то находиться. Ну вот, в связи с последними упоминаниями о пожалом снижении Дивееву Тархову, многие исследовали ошибочно, то есть, относу территорию Кирдановской морвы, Кирдановской облика, мы же проживали князей Дивеев, то есть бассейн Речки Вечкинзы, Дивеевский район, территория около села Дивеева. То есть, мы интернет открываем Кирдановскую морву, там возьмем эту карту, то есть там будет она у Дивеева, там определенный Кирдановский беляк будет указан. Ну, вообще, беляк, что это такое? Ну, это традиционный институт местного управления, по последним исследованиям, то есть это административная какая-то единица, аналогичная по статусу властям, но находящаяся под управлением татарских князей. Но я добавлю и русских должностных лиц, как мы увидим в примере, вот из примеров. И в первое время, после вхождения к краю образования Арзамаса, создания и уезда, система управления еще оставалась прежней, включала в себя княжения Великие. Но уже в период Федора Ивановича, это уже, это значит, тем более позднее Бориса Годунова, пожалуй, княжения не производилось, и традиционные институты местного управления действовать перестали. Функцию управления перешли мордовским главам и воеводам, назначаем из Москвы, и мордовские поселения в пределах уезда уже были распределены по стану. Но в пиццовой книге появляются, и они описывают, да, по станам, но в них еще существует упоминание о принадлежности деревень какому-либо Белику. То есть, ну, это является, скорее всего, просто отголоском более вот этих ранних, неких общих объединений. И вот так вот в пиццовой книге Арзамасского уезда Тимофея Измайла на 1628 года. По большинству селений Арзамасского уезда нет, конечно, указаний на принадлежность Белику, но для небольшого, незначительного числа в селении их принадлежность была указана. И таких Беликов мы насчитали четыре. Это Мещовский, Моргальский, Саканский и интересующий нас Кирдянский. Ну вот здесь вот на схематичной карте, здесь вот они показаны. Мы квадратиком обозначили деревню Кирдяновского Белика. Мы смотрим, нанесена карта Пасьянова, Коренон, Кордовиль и еще указаны, вряд ли, Кирдяновские селищи, на которых была обозначена деревня Понятайск и Мещовского Белика. Далее, если мы посмотрим, что располагалось к западу от Кирдянского Белика, Малый Бокотелем, Большой Бокотелем, Камкина, это Саканского Белика. То есть, если мы посмотрим грамоту, отписку из Мурома, Путиногазских послов, мы видим, что именно к западу, к Кирдянскому Белика, располагался Саканский Белик. Ну и здесь примерно начерчены такие границы, потому что вот с Саканским Беликом, примерно четко в лесах есть у них там судере, бортные выхожания, и далее какие-то есть кое-какие границы, которые позволяют реализовать угодья. Ну кроме того, кроме вот этих трех деревень и селища Бутишья, Кирдянскому Белику принесли деревню Байково, которая была расположена далеко от основной группы поселений на реке АллатРа. Но в 1128 году в лесовой книге еще написано «Починь поляна АллатРская, выселок из деревни Пасиадова». Соответственно, скорее всего, и Байково, наверное, являлось каким-то выселком из старинной территории Кирдянского Белика. И в географическом плане мы видим, что старинные поселения, они расположены в Бутишье, как бы на краю вот этой большой поляны, которая располагалась к югу от Арзамаса. И если мы кордавили вешу на притоках речки Озерки, корено на речке Вонячки, современный Львовка поселила непосредственно на реке Натюши. Здесь небольшая таблица, в общем-то, в целом, по Утишью. Самая большая населенная деревня – это Корено, и, соответственно, и угодий больше всех, и худов меда, только они 30, ворнухожая, и втологов платили. И, в общем-то, мы видим, то есть основная масса проживает именно в Утишье. И вот немножко теперь поподробнее вот этот именно район Утишье распределение пашных и лесных угодий. Вот пашни, вот здесь зеленой линией условно показана граница леса, вот эта большая поляна, и здесь красным по межевым, пиццовым книгам отмечены угодья. То есть мы видим у кордавили, это верховая речки Озерки, дальше берем вот речку Вонячку, причем они переходят далеко, его угол идет туда, вглубь, и дальше, и вот землю поселом, соответственно, сенокосные угодья, и вот бортный ухожай, который, ну, более-менее удалось там, в Ашизкуну дала около деревни Корено, вождем балапове в сторону речки Тьмы, и так далее. Что мы, если мы нанесем вот эти бортные ухожаи, мы примерно увидим вот ихние владения. Причем, почему, вот, как вот определяется эта граница? Дело в том, что вот, например, на юго-западе здесь мы видим владение с мордвой уже деревень Калавина, то есть дальше мы здесь граничит с мордвой деревень, царестных деревень, и так далее, и верховая, некоторые ухожаи, вот на верховая кель, это уже притоки реки Пьяна, кирзиатовский ухожай, речка Ушторцик, борток Репетевсе, это опять же борток уже бассейна Яна. Ну, кроме, конечно, тех ухожаев, которые было деревень, там много ухожаев, это и по Аллатарию, и самые дальние ухожаи, это Пичи, Помбром, Ян-Делл, это Промсин городище, там, это Улямск, современный Улямский область, но это, как бы, сейчас мы не рассматриваем. Если мы посмотрим, вот, попытка бортных знамет вот у этих деревень, слайд, вот, как бы, выделены корено, опять же, знамена распределены по родам, вот, вас женские, то есть у них в форме туга, у Сабанской, это, Сабанской родни, вот, значит, такой, в основном такой крест, отдельно есть знамена Лукашки и Лобарева, две черты, ну, и некоторые примеры знамен, которые запустили на 1128 году. По кордавирю, по трем родам знамена распределены Беляевский, Кузенский и Равзенский, причем, ну, у всех мы видим две черты, что у них все родни. Пасьянова, в целом, то есть, другой имеем, бортный закно, впадают еще какие-то другие, но, скорее всего, то есть, это, возможно, какие-то купленные ухожаи. И высылок из Пасьянова на поляне, он тоже имеет две черты. Ну, здесь, опять же, как бы, такого вот вывода не получается, кроме того, что, ну, раз, здесь они, почему-то две черты, они платили оброк вместе с деревней Крадавири, например, ну, а здесь, возможно, имеет какое-то тоже переселение. То есть, вот, в целом, у этих всех деревень общего какого-то знака, какого мы не видим. Опять вернемся, вот, еще такой вывод, то есть, мы видим, что вообще, то есть, они, как бы, деревни сгруппированы компактно, то есть, по окраинам поляны за ними лес, и если мы видим, прервался, то это деревня Понедаевка, которая основана на Кирдяновских селищах, то есть, мы видим вот эту цель, и видим, как бы, разорванную вот эту цель русскими деревнями, как мы намечаем шатки, но если вот так вот посмотрим, да, то есть, как бы, вот этот вот, вклинился уже вот в территории Кирдянского берега. Кроме того, вот, население Кирдянского окна, к тому времени оставило уже после себя, к тому времени, памятники археологические, которые упоминаются в лесовых книгах. Примерно по топонимам, по, мы попытались их нанести, то есть, мы видим деревню Серебряного на враге Чикулей, которая была Кордовицко-Мордвой, Кирдянские селища напротив Понедаевки, на враге, городище и селище по речке Ванюпчки, селище вверху поля, поляна Таштавели, у Пасьянового городище и селище, и на территории Собаки, уже русской деревни, Мордовское городище и селище на том берегу Таши. Какой здесь, то есть, что, о чем говорили, о более возможном многочисленном населении и таким более давнем освоении территорий. Дело в том, что вот, когда вот эти песцовые книги были созданы в 1628 год, а в отсылке идет более ранней песцовой книге Зубова, она 1584-85 год, мы видим, что, в общем-то, все территории, которые к северу, к северо-западу и к северу, то есть, они заняты русскими населенными пунктами, соответственно, и территорией вдоль Таши. Давайте вот эту общую карту. И, конечно же, вот что было сто лет назад, в то время, когда впервые Тирдяновская мордва упоминается в грамоте, конечно, мы сейчас не можем это уже узнать, но можем предположить, что, возможно, вдоль Таши по окраине поляна Тирдяновские какие-то поселения, они, в общем-то, возможно, доходили до Арзамаса, то есть, мы видим Шаконский Беляк, а Сакон мы видим далеко на севере Натюши, то есть, вот эту территорию мы, как бы, не знаем. И здесь я хочу обратить такой момент. В упоминании в грамоте на 1555 годы название Арзиановской Мордва, она, ну, да, возможно, это и Арзиановской Мордва, но, возможно, это уже, вот Арзамас, как топоним, он уже сформировался вот именно от Мордвой Эрзи, и это более уже не просто Тирдяновская Мордва, а Мордва, вот, которая, как бы, центром являлся город Арзамас, ну, не город в то время, а какой-то вот пункт Арзамас. И здесь, ну, это довольно-таки смелый, не пользуясь, как бы ее, возможно, она и отпадет, но в 1559 году там был написан конкретно, грамота в Арзианов. И если мы посмотрим в течение последующих, последующих 50 лет, то есть, ну, мы видим сокращение, то есть, буквально уже в 1337 году в деревне Пасьянова, она исчезает, в 1337 году вот деревня Пасьянова становится пустошем и отдается стройнику Глебу Морозову, то есть, мы сразу видим, буквально через 9 лет после ситуации, вот эта вся территория, она, как бы, отпадает, и, соответственно, потом исчезает и площадка Поляна-Алатрская, и Балькона, и деревнями, которые остаются, в Кириланском Мордоме, остаются корено, в принципе, и кордавейцы, ну, которые, как бы, продолжают потом существовать, ну, и, как бы, мы, возможно, вот такая же вот ситуация, и она была, то есть, происходила и в течение вот тех 100 лет, ну, до вот создания лесовых миг. Ну, и вот в 1177 году, последний раз, в переписной книге, нам встретилось название вот этой деревне коренной Хардавир, Кириланск, Белик, а больше мы документов не упоминаем. Спасибо. Прекрасный доклад, у кого-то возникли вопросы? У меня два простых, конечно, вопроса.